всем привет мотоцикл значит что в этом сиденье мне необходимо сделать она достаточно такое замороченная в чем замороченность значит здесь красная кожа красная двойная строчка 6 бугров соответственно 5 прострочек дальше идет вот этот вот шов видите да он идет 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 по кругу как он у меня будет получаться я пока не знаю потому что ляжет ли он без дополнительного шва напрямую это под большим вопросом потому что одно дело нарисовать как типа я вижу это а другое дело когда это все раскладывать на совершенно плоскую кожу потому что сиденье как вы понимаете она 3d вот а разложить надо это на плоскость а потом с плоскости получить опять объем так поэтому это пока под вопросом насчет шва либо здесь либо здесь но я постараюсь вот эту линию сделать без шва вот эту вот вшивочку сделать без шва потом идет значит дополнительно идет вот эта вот деталь она тоже должна быть цельная она сожрет тоже очень много материала очень много материала сожрет для экономии Если будете делать так, то я вам советую, чтобы дешевле получалось, делать где-то вот в этих местах внутренние швы. Это сэкономит очень много материала. Материал нынче, как говорится, очень дорогой. Ребята, эко-кожа стоит порядка 2000 рублей за погонный метр. Сами понимаете, во сколько тогда должно обходиться сидение при таких ценах на материалы. Про кожу я вообще молчу. Кожа это отдельная тема разговора. Я, например, вообще отказался от работы с кожей по определенным причинам. Об этом, так сказать, надо снимать отдельно ролик. Не хочу кашу мешать. Так, значит, здесь будет тоже черное. То есть, красное, черное, черное, черное. И здесь должен быть красный кант. Еще один нюанс. Значит, при переходе с красного на черный, вот этот шов, вот этот вот шов пунктирный, он должен быть внутренний, без наружной отстрочки. Наружная отстрочка, она под вопросом, но мой заказчик просит, чтобы ее не было. Поэтому здесь придется тоже хитрить. Если я всегда прострочку кладу, вот здесь прострочка двойной строчкой, должна быть прострочка двойной строчкой. Вот. Кладу на десятку, чтобы это было красивее. То при переходе с пятерку, с десятки на пятерку, да еще без шва, здесь никогда не будет ровно, никогда не будет красиво. Потому что здесь будет избыток материала, здесь его на какую-то толщину будет меньше. И чтобы это сыграть еще без отстрочки, мне придется все класть на пятерку. У меня выхода нет. Так, про отстрочку. По-моему, я перезвоню заказчику, но по-моему, он меня просил сделать красную нить. Но так как здесь будет красная эко-кожа с красной отстрочкой двойной, здесь будет черная, здесь не будет отстрочки. Вот здесь будет отстрочка, а здесь будет кедр красный. Поэтому, скорее всего, здесь красная нитка будет. Я перезвоню, на всякий случай уточню. В общем, вот такое вступление, ребят, почти на 4 минуты. Сидение достаточно такое напряжное. Оно простое, на вид оно простое, но оно напряжное из-за большого количества деталей на такой маленькой площади. То есть, нужно все вот это вот сопрячь, плюс вот этот подгиб, не подгиб, а как-то загиб, подгиб, загиб, провал. В общем, вот это вот, чтобы еще сохранилось все нормально, чтобы все получилось. То есть, и меня больше всего волнуют вот эти вот места на сидениях, потому что здесь не будет наружной отстрочки. Вот, и меня вот они очень сильно волнуют. Здесь либо надо более крутой радиус поворота делать, либо что-то надо хитрить. И здесь беда еще в том, что здесь нет опоры. Вот здесь вот поролон, и чтобы эко-кожу растянуть, и чтобы вот здесь вот не было складок, вот здесь вот желательно должен быть пластик. А в этом сидении пластика нет, как видите, здесь поролон, что мне создаст очень много проблем. Потому что это сидение нежелательно так перетягивать, как делаю я, как делать буду я. И я не знаю, получится ли у меня или нет. Вот такой вот, вот такая вот проблема. Не каждое сидение можно перетянуть глазами, ребят. Глазами перетянуть можно все, что угодно. А вот руками, я оговорился, не каждое сидение можно перетянуть руками. Глазами можно перетянуть любое сидение. А вот руками возникают вопросы, когда ты доходишь до того момента, как же я это должен сделать. Вот здесь будет, соответственно, обратная сторона, она будет такой вот непонятной формы. Я еще не знаю, как вот этот носик отработать, потому что... Ну, потому что не знаю, потому что здесь слишком много всего. И с задней части, вот эта вот задняя часть тоже будет отработана, скорее всего, с дополнительной вставочкой. Почему? Потому что вот эти вот загибы я не люблю, насколько вы помните, потому что они... Их видно, ребят, вот эти вот места с эко-кожей, их видно. Если бы это перетягивалось бы дешманским винилом бы, то, конечно, его можно тянуть. Феном погрел, потянул, и здесь никогда на этом месте не будет складки. Потому что фен творит чудеса, с винилом особенно. Опять сек, окрое. Значит, вот подготовлена, так сказать, лекала из скотча. Угол поворота я сделал такой, чтобы как можно меньше была вероятность вот в этом месте образования складок. Здесь их 100% не будет. Но тоже, кстати, под вопросом. Вот это вот место под вопросом, потому что здесь есть обратный изгиб сидения. Вот. А чтобы убрать отсюда складки, здесь максимальное натяжение должно быть. Поэтому вот это место тоже меня очень сильно напрягает. В данном сидении, в данном крое, из данного материала. То есть, понимаете, да, всё очень сильно привязано непосредственно к тому изделию, которое перетягивается. Обратная сторона, значит, сделал я вот, соответственно, вот такую деталь. Без неё тоже можно сделать, но не получится нормально. Я хочу, чтобы было красиво. Так, и мордочка примерно такая. Значит, вы можете сделать как-то по-другому с заходом. Я вот эти углы люблю обходить, потому что иначе мне приходится... Так, если я сделаю немножечко вот досуда, мне нужно отработать вот эту переднюю часть. Если я сделаю чуть меньше, тоже можно. Чуть больше, тоже можно. Но мне нравится, когда вот в этом месте угол я перекидываю сшитым швом, шов перевожу через вот этот уголочек. И, соответственно, смотрится это красиво. Если здесь не сделать шов, а сделать его, например, досуда, если вот таким же образом шить, то в этом месте придётся материал в двух направлениях складывать, что образует складку, утолшает материал, а материал у нас и так толстый, да плюс ещё с поролоном. Поэтому я стараюсь избегать вот этих вот уголков. Теперь я, значит, всё это разрезаю. Да, вот эту вот часть, видите, я отработал таким образом. Хотя, судя по швам, завод здесь должен был предусмотреть ещё один шов. То есть, вот этот шов, я не знаю, он должен быть. Вот этот шов и ещё нижняя часть, то есть, должна быть, потому что здесь вот как-то очень характерно смят поролончик. Возможно, я ошибаюсь, возможно, это хорошо отформованный на заводе винил. То есть, уже по форме отформованный, и тогда нет проблем. Так, ну, вот такой вот крой разрезаю ножом, переношу на эко-кожу. Так. 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 смотрите что получается раскроил я все разложил вот нюанс о котором я всегда говорю что глаза это глаза руки это руки то есть глазами все хорошо перетягивается смотрите вот эту деталь вот эту деталь я должен сделать цельный а теперь вот внимательно посмотрите когда ее кладешь на плоскость что с ней происходит видите да каким образом можно такую же добавить вот сюда да никаким это не получится для того чтобы добавить ее во первых надо выровнять вот этот материал по одной линии вы это понимаете да потому что материал имеет плоскость так сказать вот это по одной линии теперь здесь получается бугор видите да который надо чем-то компенсировать а компенсировать его не чем ребят если его положить на плоскости на стола здесь три сантиметра лишка откуда он берется а берется он оттуда вроде бы на сидении вот эти все метки совпадают видите да но происходит разброс материала вы не забывайте что сидение она не плоская вон она нет где она вот за моей спиной по моему да где-то она лежит короче я уже не помню у меня три сидения вон там она на лежит на сидушке вот смотрите не получается тут в этой ситуации можно что только сделать либо класть вот здесь шов вот здесь шов вы понимаете да что если я буду делать один шов то я должен вот этот материал продолжить в каком-то направлении либо с этой стороны либо с этой стороны если я продолжаю суда его видите да что происходит он находит на этот материал он сюда находит они пересекаются если я продолжаю вот эту линию она находит на этот материал вот примерно до суда найдет так что никак не получается тут либо два шва либо полностью отказываться вот от такого кроя то есть не делать его круговым а делать его подкова образным подкова образным это подкова под вопросом ребят то есть смотрите если я делаю подкова образным у меня получается крайняя точка вот это так ну да да но в данном случае можно ребят я сейчас смотрю я глазами продлил эту деталь между ними где-то два пальца полтора два пальца моих будут они не пересекутся вот таким образом здесь все нормально здесь вообще меня ничто не беспокоит не этот шов не этот шов меня беспокоит вот этот шов то есть круговой детали который должен сочленяться с внутренней деталью соответственно а потом уже с этой эти тоже детали меня не беспокоит теперь сейчас я звоню заказчику что мне скажет заказчик для сохранения дизайна мне дали добро делаем сзади и спереди по внутреннему шву чтобы вот эта деталь у нас все-таки осталась округлой вот так выглядит крой все я скроил вот это вот конечно самая объемная деталь на ней больше всего расходуется материал она просто огромная и вокруг нее очень много отходов много людей думает что мотоцикла сидение очень маленькая и там не расходуется материал поверьте мне расходуется очень много потому что все детали имеют не квадратные формы а округлые то есть поворотные так сказать бывает и хуже это еще ничего бывает и хуже сидение все в изгибах все чем больше у вас всяких вот таких ленточек на сидений прошитых как вот здесь вот например центральная деталь тем больше расход материала хотя ленточка может быть шириной два сантиметра а сажечь сожрет будь здоров будь здоров сожирается материал так вот смотрите я значит эту деталь цельную сделал чем меньше швов тем лучше значит центральная красненькая значит 6 бугров 1 2 3 4 5 6 как и договаривались 5 строчек 6 бугров вот это вот криминальная деталь вот видите да как как выглядит вот ее круглой сделать совершенно невозможно то есть круглый я имею до без швов то есть в форме буковки о невозможно потому что она вот так на плоскости выглядит когда ее раскладываешь она выглядит вот так и ничего с этим сделать нельзя вот это ее настоящий внешний вид на плоскости так это будет сшито это будет сшито она приобретет такую вот знаете вот такую вот вот такую вот ленту почти мебиоса вот значит носик готов вот это вот задняя часть готова и кедер который я сейчас жилка у меня у меня жилки нет я пластиковый кедер беру у меня его несколько сотен метров осталось еще с 2000-х годов девать некуда выкинуть жалко как говорится так значит кладу все это я на пятерочку объясняю почему я люблю десятку но здесь только на пятерку вот этот и вот этот шов они должны быть без внешней от строчки то есть я должен швы внутри срезать если здесь будет десятка здесь будет пятерка ничего не получится вот в этих местах будут большие бугры вот и распрямиться ли вот в этих местах материал это под большим большим вопросом вот и дальше чтобы обрезать здесь нитку красную здесь двойная строчка будет но будет узкая двойная строчка где-то но 5 миллиметров между строчками. Почему 5? Потому что слишком маленький кусок, ребят. Вот моя ладонь. Если делать широкие строчки, это смотрится некрасиво. Это на американских мотоциклах, там а-ля Harley, там, да, широкая строчка, грубая нитка, там все смотрится. Но это не тот мотоцикл, на котором делать широкую строчку. Значит, я буду начинать и заканчивать где-то 8 миллиметров от края. Объясняю почему. 8 миллиметров от края буду заканчивать, чтобы потом лишний материал изнутри мне срезать, как с черного, так и с красного. То есть, мне нужно срезать так, чтобы осталось примерно 3 миллиметра, чтобы и не разошлось, и шов сам в себя вовнутрь ушел, чтобы он смог развернуться. То есть, шов надо по кругу обрезать. Поэтому 8 миллиметров я начинаю отстрачивать, 8 миллиметров заканчиваю. Все, клею я это все на пятерку. Вот сюда я кладу спонбонтик один. Чем плотнее спонбонд, тем глубже будет утяжка. Но сильной утяжки на этом материале не будет. Объясню почему. Если бы здесь был десятый, то здесь была бы красивая волна. А так как меня просят сделать без шва, я не могу сюда десятку сделать. Поэтому здесь будет прострочка, она будет видна, но глубины здесь не будет, потому что здесь 5 миллиметровый поролон будет. Вот все из-за вот этого шва. То есть, вот из-за этого шва. Я не могу здесь пустить десятый. То есть, если десятый пускать, то десятый надо пускать подальше. То есть, и на эту надо тогда десятый делать, и на эту десятый. А вот здесь, где материал будет уходить на бока, вот здесь можно сделать переход на пятый. То есть, это десятый, это десятый, это десятый, а здесь пятый. И вот этот переход никто не заметит. А вот здесь это нереально, тем более со внутренним швом. Опять много говорю. Все, клею, обшиваю и начинаю собирать. И вот здесь, вот здесь, そう. Угу. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...